Девушки отдыхают Обладатель звания лучший педагогический вуз СССР 1978 года, лауреат Всероссийского конкурса высших учебных заведений в номинации «Проект года» и обладатель золотой медали «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России» Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет является гордостью нашей республики. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет имеет 130-летнюю историю. Он был открыт вслед за Московским и Санкт-Петербургским учительским институтом в 1876 году. Институт, а теперь университет, богат своими традициями, богат своими великолепными учениками, студентами и, конечно же, учеными и известными личностями. С первых лет своего существования институт стал подлинным светочем знаний, готовящим учителей для всего Поволжья, Приуралия и Сибири. В последующие годы учительский институт сменил несколько наименований, но значения в развитии отечественного образования он не утратил. Это очень интересная страница истории нашего вуза, когда были открыты национальные отделения, на основе которых позднее, в 30-м, 31-м году создаются педагогические институты в Ешкарале, Ижевске и Чебоксаро. В непростом деле подготовки квалифицированных специалистов главную роль играли преподаватели. Золотыми буквами вписаны в историю института имена выдающихся ученых, педагогов в разные времена работавшие здесь. Это известные ученые, академики Академии наук СССР Адарацкий, Арбузовый, Греков, Державин, Ефремов, Хинчин и многие другие. Это были интеллигентнейшие люди. Именно они олицетворяли собой этот институт и олицетворяли тот идеал, во имя которого они работали. Их можно перечислять и перечислять. Я всегда с большой благодарностью вспоминаю имена моих преподавателей точно так же, как вспоминаю имена моих родителей. Яркие страницы биографии вуза представляют его выпускники. Тысячи отличников просвещения, сотни заслуженных учителей, крупные ученые, писатели, деятели культуры, государственные деятели, военачальники, прославленные спортсмены. В их числе герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии Муса Джалиль, президент Академии педагогических наук СССР, академик Хвостов. Народные писатели ТАССР Амирхан Яники, Мохаммед Махдеев, народные поэты Республики Татарстан Сибхат Хаким, Ильдар Юзеев, писатели и поэты Абдулла Алиш, Ладыль Кутуй, Лады Топташ, народные поэт Чувашии Хузангай, чемпионы мира Гелязова, Никонова, Бакиев, Фасахов, Хамматов, Данилова, призеры Олимпийских игр Капустин, Сотникова, десятки чемпионов Европы и России. Каждый из них является гордостью университета и, конечно же, своего факультета. Сегодня в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете обучается 15 тысяч студентов на 16 факультетах по 37 специальностям. Смотрите, объяснить, откуда берут привычки, пишут, да? Трудно. Одним из старейших факультетов университета является факультет русской филологии. В 1919 году он входил в состав литературно-художественного отделения Высшего института народного образования. С 1991 года факультет русской филологии становится самостоятельным под руководством Иршата Ахметовича Гафарова. Вот уже 16 учебный год мы занимаемся и имеем статус отдельного факультета. В настоящее время у нас около 50 преподавателей, среди них 7 профессоров, доктора наук, 11 человек – это заслуженные учителя Республики Татарстан, есть заслуженные деятели науки Республики, награжденные знаками почетный работник высшего профессионального образования. За эти годы у нас выпущено много специалистов по русскому языку, по английскому языку, логопеды. Было несколько выпусков даже учителей чувашьего языка и литературы. В настоящее время на факультете функционируют 5 кафедр. Научная и профессиональная компетенция членов кафедры, квалифицированное владение ими вузовской и школьной методикой, высоко оценены органами народного образования и правительства. Факультет татарской филологии начинался с Национального лингвистического отделения Восточного педагогического института. Так тогда назывался Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, на базе которого в 1925-1926 учебном году было создано отделение татарского языка и литературы. Наша кафедра, она в истории является первой кафедрой, которая готовила кадры для татарских школ, для научной деятельности. Из стен этого учебного заведения вышли многие видные наши писатели. Амирхан Ага Яники, Шайхи Маннур, Мухаммад Махдиев, здесь, конечно, учился Мусат Жалиль, Хады Тахташ, Абдулла Алиш, здесь работали вот Хатыб Гусман, Латыф Жаляй. Сегодняшний день, конечно, он такой богатый, насыщенный, ибо с 1995 года наш факультет уже вышел из состава историко-филологического факультета, работает самостоятельно, называется факультет татарской филологии. Декан факультета, кандидат педагогических наук, доцент Мирзагитов Рамиль Хамитович. Факультет является организатором важнейших научных конференций республиканского масштаба. Кафедры поддерживают связи с родственными кафедрами вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тобольска и других городов. При кафедре татарской литературы успешно работает литературно-творческое объединение Илхам «Вдохновение». С 1996 года на базе факультета под руководством заслуженного артиста Российской Федерации и народного артиста Республики Татарстан Марселя Жабарова эффективно работает молодежный театр ТГГПУ «Мизгель». В основном у нас работают студенты, они с такой теплотой, с такой любовью ходят на наш театр. Театр – это же мир красоты, мир прекрасного. На протяжении 80 лет факультет готовит специалистов, знающих и любящих татарский язык, его литературу и культуру, главной целью которых является сохранение и дальнейшее развитие татарского языка. Математический факультет, созданный под названием «Физико-математический» в 1918 году, является одним из крупнейших в университете. На факультете функционируют шесть математических кафедр. С моей точки зрения, вот за эти годы, вот наш университет значительно вырос. Вырос он в научном отношении, вырос как коллектив. Тематика кафедры наша развивалась вот сначала по одному руслу развивалась. Это было русло классическое, которое мы взяли из университета, это гравитация и космология. То есть это теория, это фундаментальная теоретическая физика с глубоким приложением геометрии. Вот на этом направлении получены очень внушительные научные результаты, сделано очень много открытий. И сейчас наша школа по гравитации и космологии, именно которая находится сейчас в стенах Казанского пединститута, считается, эта группа наша, одной из двух самых больших и сильных в России. В связи с тем, что появились новые предметы и информационные технологии, нам предложили взять еще, значит, под свою опеку информационные технологии. И у нас в это время начало развиваться второе направление на кафедре. Это информационные технологии физико-математического образования. Теоретическая разработка проекта «Педагогический мега-университет», выполненная группой сотрудников кафедры вычислительной математики, информатики и методики ее преподавания, признана победителем в номинации «Лучший проект года». Физический факультет самостоятельной структуры стал в 1995 году, после разделения физико-математического факультета. Факультет хорошо оборудован, имеет три компьютерных класса, десять физических лабораторий. Факультет готовит в основном учителей физики. Во многих учреждениях образования нашей республики работают наши выпускники. Среди них имеются много известных организаторов народного образования, заведующие отделами управлениями образования районов городов, директора школ, заслуженные учителя, известные организаторы-методисты. Гордость факультета – выдающийся физик, лауреат Ленинской премии, академик Российской академии наук, директор физико-технологического института Валиев, ныне почетный профессор ТГГПУ. Прочно связавший свою судьбу с педагогическим университетом, профессор Юль Метьев является учеником академика Валиева. Последние несколько десятков лет нам удается эффективно совмещать учебную, воспитательную, методическую работу с научной работой. Мы занимаемся очень интересными вопросами теоретической физики. Нам удалось развить научные направления, особенно связанные с физикой живых систем. За последние несколько лет мы опубликовали большое число работ в международных журналах в Америке, Англии, Голландии, Польше. И что больше всего мы дорожим, нам удается привлекать к научным исследованиям наших студентов. Около 80% учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев города и республики являются выпускниками географического факультета ТГГПУ. На трех кафедрах работает 40 преподавателей. Биологический факультет с 1917 года существовал в составе естественно-географического. В 2002 году отделился и стал самостоятельным. Интенсивная научная и методическая работа ученых факультета ведется по проблемам физиологии растений, геоботаники, экологии морфологических особенностей животных по Волжье, механизмов нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца, методики преподавания химии, биологии в школе. На протяжении более 10 лет преподавание ряда предметов ведется на татарском языке. Выпускаются методические пособия для студентов и преподавателей, работающих в национальных школах. На факультете пять кафедр. Имеется зоологический музей. История факультета иностранных языков начинается с 1939 года, когда было принято 25 студентов на отделении немецкого языка. Сейчас факультет, это самый большой факультет нашего ВУЗа, и обучаются на этом факультете 1300 студентов дневной формы обучения, 540 студентов заочной формы обучения. На факультете работают пять кафедр, которые объединяет высококвалифицированных преподавателей. Это кафедра английского языка и методики его преподавания, кафедра контрастивной лингвистики и перевода ведения, кафедра немецкого языка, кафедра французского языка, кафедра теоретической и прикладной лингвистики. Немаловажным фактором является участие зарубежных специалистов в учебной и научно-исследовательской деятельности кафедры. Это высококвалифицированные преподаватели, профессора из Америки, из США, из Великобритании, из Австралии, из Франции, из Германии. За все эти годы возрос научно-методический потенциал факультета. Широкое внедрение получили инновационные подходы к обучению. Укрепилась материально-техническая база факультета. Расширяются его научные и творческие контакты. Важными задачами факультета иностранных языков видит на сегодняшний момент развитие новых специальностей, которые были открыты на факультете. Это специальность перевода и перевода видения, и теория и методика преподавания иностранных языков и культур. А также в укреплении и развитии международных связей. Это в первую очередь подписание договора с Университетом Франции, и в продолжение укрепления связей с университетами Америки и Германии. Факультет восточных языков образовался в 2005 году. В результате слияние кафедр восточных языков КГПУ и ТГГИ. Деятельность факультета направлена на укрепление связей с восточными странами, на подготовку специалистов по восточным языкам – арабский, персидский, турецкий, китайский, японский – с обязательным знанием английского языка на пропаганду восточной культуры. Факультет сотрудничает с такими странами, как Иран, Турция, Египет, Сирия, Йемен, Тунис, Китай и Япония. На факультете работает арабский культурный центр «Аль-Хадарам», который проводит мероприятия, посвященные арабской культуре, организует ежегодные стажировки студентов в Египет и Сирию. На базе университета создан клуб турецкого языка, культуры и истории. Действует Поволжский региональный центр иронистики. Олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы известен всему миру факультет физической культуры, образованный в мае 1949 года. Уже в первые годы после открытия факультета в его стенах учились многие ведущие спортсмены республики. Колчин – чемпион РСФСР и серебряный призер чемпионата СССР по легкоатлетическому десятиборью. Попов – чемпион РСФСР по метанию молота. Зубрилова – мастер спорта по прыжкам в длину, бронзовый призер чемпионата СССР. Панкова – мастер спорта по метанию копья. Сегодня факультет физической культуры является практически правофланговым. По всем показателям. Это создает основу для успешной учебной работы. Славной традицией победителей факультет продолжает и сейчас. В течение 13 лет педагогический университет занимает первое место в комплексной спартакиаде вузов Татарстана. Для поддержания спортивного духа каждый год проводятся спортивные мероприятия. Факультет, безусловно, является основой для подготовки всех спортсменов. Практически огромное количество чемпионов мира, олимпийских игр, чемпионов Европы, страны России, раньше еще СССР, они прошли очень серьезную теоретическую подготовку на факультете и получили высшее образование. На факультете ведется большая научно-исследовательская работа. Создана богатая экспериментальная база в соответствии с мировыми стандартами. Важным моментом в истории факультета стала разработка новой программы и учебника по предмету физической культуры для общеобразовательных школ. Факультет за последние 30 лет добился очень высоких успехов в научной деятельности. Впервые в истории Республики Татарстан выпущен учебник «Физическая культура в школе». Этим мы гордимся. Это большое дело. Значит, коллектив на правильном пути. Факультет юриспруденции образован в 2001 году. Факультет осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации, способных профессионально осуществлять педагогическую, экспертную, научную, консультативную, правозащитную, управленческую деятельность. Студенты-юристы включены в социально-воспитательную деятельность таких структур, как Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей при МВД РТ и Республиканский Центр студенческих формирований по охране общественного порядка «Фарпост». Музыкальный факультет является одним из ведущих центров исследования проблем татарской музыкальной культуры и педагогики в России. Он был открыт в 1960 году с целью подготовки педагогов-музыкантов для системы общего музыкального образования Татарстана и России. Ну, особая наша черта отличительная, это, конечно, концертно-творческая деятельность. Не случайно в нашем коллективе работает около 30 народных и заслуженных артистов, заслуженных деятелей искусств России и Татарстана. Достаточно назвать такие имена, как наши выпускники, лучшие наши выпускники, Рады Харитов, Айдарх и Сракманов. У нас работают Лидия Ахметова. У нас работает Наталья Владимировна Соколова, известный руководитель хора «Контабеля». И этот список можно было бы продолжать очень долго. За прошедшие годы более 3000 студентов получили в стенах факультеты знания и навыки, позволившие им стать педагогами, известными учеными, артистами, руководителями учреждений образования и культуры. Ежегодно преподаватели и студенты проводят более 150 концертов, выступают на радио и телевидении. Факультет изобразительного искусства и дизайна начал функционировать с августа 2005 года. Факультет представляет возможность получить высшее художественное образование по специальностям бакалавр художественного образования, профиль изобразительное искусство, учитель рисования, профессиональное обучение, дизайн, специализация дизайн интерьера, педагог профессионального обучения. Высококвалифицированные преподаватели факультета готовят специалистов к разным сферам деятельности, востребованных как в системе образования, так и в офисной и коммерческой сфере. 22 августа 2005 года открылась новая страница в истории вуза. В результате объединения нескольких образовательных учреждений Казанского государственного педагогического университета, Татарского государственного гуманитарного института и Татарско-американского регионального института появилось новое высшее учебное заведение. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. Этот университет должен ответить на вопросы, чтобы наши дети могли бы выдержать вызов времени. Идет праздник за глобализацией. Надо шире смотреть на мир. И в этих условиях, сохранив лицо своего народа, своей страны, надо суметь и быть достойным, достойным представлять его в мировом процессе. Сегодня это крупное учебное заведение Российской Федерации. На его 16 факультетах и филиале в городе Набережные Челны обучается более 15 тысяч студентов. На его 66 кафедрах работает около тысячи преподавателей. Вот у нас прошел очень трудный период объединения трех вузов, но и эта трудная работа досталась Жамилю Газильевичу Нигматову, но на сегодня, я думаю, этот процесс он успешно завершил, и мы уже как единый организм сейчас вот на ученом совете, на последнем ученом совете, мы уже чувствуем вот эту слаженную работу трех вузов, трех вузов, и, надеюсь, наш вуз и впредь будет процветать. Настоящему мы сейчас работаем над строительством, ведем строительство библиотечного корпуса, где мечтаем создать электронную библиотеку. большие ремонтные работы провели, серьезные ремонтные работы провели в студенческих обшитиях. Наши обшития студенческие традиционно смотрят конкурсы среди вузов в республике Татарстан, занимают призовые места. Гран-при фестиваля «Студенческая весна» присуждается коллективу художественной самодеятельности Казанского государственного педагогического университета. Студенческие и преподавательские отношения расширяют границы обучения, делая его интернациональным. Это позволяет укрепить и расширить дружеские связи, улучшить взаимопонимание между студентами разных народов. Как бы ни назывался университет, его главной целью всегда была подготовка высококвалифицированных специалистов. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет в будущем должен стать центром гуманитарной науки и культуры не только Республики Татарстан, но и Поволжья. Поэтому будущее в соответствии с нашей концепцией это подготовка элиты. Конечно, мы не говорим, что если 15 тысяч студентов обучаются, что все 15 тысяч будут составлять элиту, но среди них одаренные, и те, которые будут образованы и в культурном плане, они, и писатели, и поэты, и другие, составят в будущем элиту нашей республики, ну и не только нашей республики. Вот такая у нас большая цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин